Фильм «Сказка Золушка», вышедший на экраны в 1947 году, сделал Игоря Клеменкова знаменитым на весь СССР. Помощник режиссера Золушки нашел 13-летнего Игоря в библиотеке Ленинградского дворца пионеров. Съемки фильма к тому времени были на грани срыва, не было актера на роль пажи. Говорят, режиссер Надежда Кашеверова пересмотрела фотографии 25 тысяч мальчишек со всей страны, но никто из них не подошел. Но увидев юного актера, сразу поняла — это он. Родился Игорь 13 марта 1934 года в Ленинграде. После «Золушки» Игорь снялся всего в одном фильме «Счастливого плавания». Но лента не вызвала такой всенародной любви, как «Золушка». Окончив школу, молодой актер поступил в театральный институт, но быстро бросил учебу, поняв, что к этой профессии у него душа не лежит. После фиаско в актерской профессии, Клеменков, как он рассказывал, вдруг увлекся гитарой. Причем начал не только играть, но и преподавать, а также делать инструменты своими руками. Это хобби стало профессией и во многом определило судьбу Клеменкова. Ведь женой бывшего актера стала одна из его учениц. Игорь Афанасьевич познакомился с Ириной Зыковой, когда ему было 12 лет. И терпеливо ждал, пока девочка достигнет совершеннолетия, чтобы жениться на ней. В Ленинграде работы не было, и молодожены уехали в Таллин, кормились тем, что давали совместные концерты. На одном из них в 1982 году их увидел директор крымского колхоза «Победа» Александр Перепадин. Он подошел после концерта, представился и спросил, не хотят ли супруги переехать в Крым. Нам, говорит, таланты нужны, а жильем и работой я вас обеспечу. Это был для Игоря с Ириной настоящий подарок судьбы. Естественно, они согласились. На следующий год супруги поселились в Бахчисарайском районе в деревне Новенькая. Игоря назначили директором музыкальной школы Ирину преподавателем. Началась вполне благополучная жизнь. В Крыму Клеменковы даже смогли реализовать давнюю мечту и открыть собственный кукольный театр, все персонажи которого были созданы руками Игоря Афанасьевича. Однако со временем идиллии пришел конец. Единственный сын бывшего актера Николай занялся бизнесом и наделал долгов. Чтобы расплатиться с кредиторами, Клеменкову пришлось продать и кукол, и гитары. Ко всему этому глава семьи начал слепнуть. Медицина не помогала, и полная слепота была лишь вопросом времени. Окончательно Игоря Афанасьевича подкосила полученная им травма. Мастер колол дрова, и неудачно отлетевшая щепка повредила ему глаз. В скором времени и второй глаз почти перестал видеть. Но Игорь не сдавался, пока видел хоть что-то. Каждый день ездил на велосипеде, а уж гитары продолжал делать, даже когда зрение полностью ушло до самой смерти. В 2001 году актера посетили журналисты из московского комсомольца. «Спасибо, что приехали. Только все это не нужно. Нет смысла. Жизнь прошла зря. Все зря», — сказал Клеменков. «Есть не могу. Желудок не переваривает. По десять часов пища в горле стоит. Умираю я, что и говорить. Скоро все будет кончено. Но мне не страшно. Уже не страшно». Скончался Игорь Клеменков 12 марта 2006 года. Перед смертью пришлось продать всех кукол. Денег катастрофически не хватало. Их купил богатый коллекционер из Симферополя. Игорю Клеменкову был всего 71 год. На могиле бывшего актера и музыканта был установлен небольшой памятник с фотографией мальчика Пажа и надписью «Я не волшебник, я только учусь». И на сегодня у нас все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под видео. И про лайки не забывайте. Субтитры создавал DimaTorzok